Что это полная ерунда, что это лицемерие, что всё равно Лёша для него никогда не станет приличным человеком, грубо говоря. Лёша вообще разобиделся, когда ты запретила ему себя обнимать по-дружески. Ну, на тот момент я бы считала нужным не обнимать Лёшу, потому что я 10 минут до того, как зашла на общую кухню, у меня было разговор. Слушай, ну Лёша обиделся и сказал, всё, никаких договорённостей, у меня больше ни с кем нет. Ну, это Лёша так сказал, но он, может быть, сказал на эмоции. Я говорю, Лёша, пока вот этот огонь не угасит, пока вы оба не успокоитесь, никакого прикосновения, опять же с моих сторон не будут. Потому что, не то, что я боюсь Артёма, потому что я не иду на поводке. Если бы он мне сказал, не обнимай Лёшу, я бы обнимала его сто раз больше. Лёша, как настоящий мужчина, как настоящий друг, должен меня понять и не обижаться, как маленький мальчик. Да, Лёша? Да. Я завтра поеду, буду с утра обниматься с прохожими. Лёша, смотри, это уже вторая девушка, которой нельзя с тобой обниматься. Ну, вот это значит, мужик, как... Лёша, да не то, что нельзя, мне никто не запретил, это сугубо моё решение. И что, дочка, не будь маленьким ребёнком, бля, бля, с голба уже, ведёшь себя как маленький ребёнок. Что? Обнимемся завтра, да. Лёша, ну ты чё, вот сейчас, прям сейчас обнялся, что ты ведёшь как маленький ребёнок, вот ты сейчас принципиально, обнимайся с кем хочешь, ну вот сейчас ты сейчас на принцип идёшь. Ты можешь с тобой? Да, мне неприятно было, ты понимаешь, что мне, вот если ты не понимаешь этого, мне было неприятно, Крис. Вот на протяжении своего жизненного опыта могу сделать один вывод. Вот самые недовольные, самые противные мужики, это те, у кого маленькие пищуны, блин, по проценту. И у меня... И кто там самый недовольный? Укоренено. Да не Артём, получается. Я просто про всех говорю, про всех недовольных, вот это показывает практика. Будьте, блин, добрее, будьте светлее, будьте, там, счастливее. Хорошо, ребят, всё, опять у нас спустилась ниже пояса. Ребят, у вас, вот вообще непонятные у троих отношения, честно вам скажу. Даша, я вчера поступила мудро, я их помирила. Не то, что помирила, но... Это считаешь, что действительно мудрое решение? Конечно, а что, они должны были избить друг другу мудру, что ли? Слушай, это фикция, они притворились, чтобы ты просто была довольна. Если бы он не хотел, он мне упрекал вчера, я говорю, я только из-за тебя пожал ему руку. Я говорю, если ты не посчитал нужным, не нужно было пожать ему руку, обниматься и говорить, что всё хорошо, потому что у тебя есть в рёд. Я бы, я знал, что такой посыл, я бы, ну, не знаю, ну, перестал сегодня. А он, он тоже говорит, что он тебе не верит, что ты не искренний, пожалуйста. Да нет, я делаю всё искренне, понимаешь, что у меня происходит в секунду ситуация. Я не злюсь ни на одного человека. У меня нет ни одного человека. Хорошо, вы чего ты его обтираешь тогда в прямых эфирах-то? Я не знаю, кто он мне это сказал. Я не знаю, я тебе говорю, просто ой, кто? Понимаешь, я ни одного матерного слова не сказал ни про Даниэля, ни одного матерного слова не сказал. Смотрите, вы что, ну, я... Наши рамки выставлены, субординация есть. То, чего я хотел от Кристины вчера, это произошло. Ты хотел, чтобы она вас заставляла мириться? Просто Кристина связующая звено, чтобы убрать этот негатив, который есть между нами с Лёшей. Она его вчера попыталась убрать. Хорошо. Ну, слушай, ну, получается, что ты расслабился только после того, как Кристина один раз с ним не обнялась? Наверняка он сказал. Для тебя это победа? Да, козёл, так тебе и надо, да. Вот сто процентов. Даниэ, мы посмотрим в перспективе, как бы, держит ли ей слово Дёша или нет. Да что мне, вот скажи, что мне надо сделать? То есть 24 на 7 я сказал, что ты общаешься с подругой? Да сам это придумал. Мы ехали в машине, я тебе задал вопрос. Я этого не говорю. Это что за девочка? Я не говорю. Ну, мы опять возвращаемся. Отважайте, возвращайтесь всем, ребят. Сейчас опять будет рада. Это подруга. Я говорю, у тебя сейчас с ней что-то было? Да. Я ничего не придумал, не задумал, не поворачивал ничего. Ты сейчас приписываешь подругу какую-то необычную? Дальше в понедельник, когда я пришёл к ней, подавляясь на выклиническую выпью. Я сказала, что ничего не было, а это моя девушка была, с которой были отношения. Приразный вечер. Забыл про эту тему, он Кристине настрачивает. А потому что он Кантом не пишет, и за честно конкретно при дьяволе, почему ты живёшься с Кристиной? По твоим словам, ты прям так хочешь дружить с Артёмом, так взялись все к нему. Поясняешь, там, спал ты, ты не спал. Чаще не всё равно. С кем до этого спал Артём? Да нет, мне не всё равно. Он запрещает мне общаться с Кристиной, и я говорю, слушай, а Кристина знает, что ты общаешься с девочкой, друг твой, с которой ты спал? Надумал, что ты лишнее спал. Хорошо, Лёш, как теперь ты будешь общаться с Кристиной? Я подожду, когда она стынет, и когда ей станет стыдно, и она обнимет меня.